На сколько? За два года она у нас на 12 процентов растет. У нас вот есть все расчеты и все. В 2009 году, в 2011 год, в 2009 там 299 тысяч, а в 2011 идет уже 336 тысяч, то есть. Нужно я опять вмешаюсь, чтобы неправильно ответил Анатольевич? Сейчас опять сложится впечатление, что на 12 процентов увеличился мусор. Вот он сказал, 299 тысяч, они принимают сегодня мусор. А по населению, если взять норму накопления, умноженное на количество населения в городе, многоквартирного сектора 1,2, частного 1,5, то мусора должны ему завести не более 100 тысяч, а завозят 299. В 3 раза больше завезли. Это он сейчас сказал, что от общего количества у него на 12, чтобы вы правильную информацию дали. А то скажут, что на 12 процентов подняли мусор, а говорите в 2 раза или в 3 раза. Да, это идет у нас уплотненный мусор, 80% уплотненного мусора. Сегодня Эцессис реально занимается благотворительностью. Я не собираюсь их защищать, это их бизнес. Они сегодня занимаются благотворительностью, потому что мусоровозы, которые сегодня, рабочие мусоровозы, они привозят с коэффициентом уплотнения 1,9, если не ошибаюсь. То есть, фактически, он почти в 2 раза больше привозит сегодня мусора, а он его выставляет, так как весовой нет, он его выставляет по нормативу, по объему кузова. То есть, если у него мусоровозы, там скольки, 6,8,8,8,2, да, реально сжал мусор, в 2 раза больше привез, он его выставил за 8. То есть, почему и мусор в 2 раза, в 3 раза больше привозит? То есть, а была бы весовая, он взвесил этот мусор без вязанца уплотнения. Получается, что ее невозможно пересчитать, да? Нет, весовая была, поэтому можно решить. А если была весовая, то можно было работать на ноже и конкретно говорить. И здесь, давайте так, вернемся, еще один аспект осмотрим. Даже вот весовая, не та, точно не скажет. Потому что у нас мусор по весу будет разниться по году. То есть, зимой один вес весной, весной, когда идут субботники, когда все подметают в контейнер, вот так называемый смет, да, когда контейнер подымаешь, у него днище отрывается. Вот, понимаете, поэтому здесь тоже не панацея весовая. В объеме он может быть такой же, а по весу он может быть в разы больше. Объем больше, а масса может быть меньше. Еще категория мусора, если принять внимание, что сейчас он где ветки, да, а кто-то унитаз, извините меня, сломанный, разбитый, бросил. Вот, связаны с этим проблемы утилизации, с тем, что мусор будет больше для вас? Конечно, мы же не получаем. Какие угоды тогда? Расскажите. Меньше денег, меньше возможностей, что делать? Мы обязаны изолировать. Что мы и делаем? Изолируем. У нас лицензия сегодня скромна, да, я тоже, так сказать, добавлю. Вот в лицензии, которая сегодня существует у них, значит, есть определенный категорий мусора, который они принимают. Вот они не имеют права принимать ветки и строительный мусор сегодня. То есть, эта проблема, как бы, не их. То есть, городские власти должны организовать забор и утилизацию веток и строительного мусора. А они сегодня его принимают, как бы, да, я, может быть, вслух говорю об этом, потому что, реально, где-то больше некуда. А если завтра эти ветки загорятся? Мы уже проходили, так сказать, пожар на полигоне по сохранению отхода. Это же потом будет, так сказать, ЧП экологического масштаба. Вот. Поэтому, это к вопросу, что такое инвестиционная составляющая. Если бы она была, можно было бы поставить оборудование, которое бы эти ветки, так сказать, дробило бы, щепу бы, так сказать, образовывало. Эту щепу потом можно использовать, так сказать, и в сельском хозяйстве, и в мясной промышленности, и так далее. Вот. Сегодня, как бы, этого нет. Ну, кончилась советская власть, но нет Советского Союза. Само-то ничего не упадет, за все надо платить. А мы почему-то сегодня, так сказать, мысли мы рассуждаем по-советски, что кто-то должен профинансировать, кто-то обязан сделать. Да никто никому ничего не обязан. Должны сами все сделать. Извините меня, Владимир Владимирович. Теперь вопрос к вам. Понятно, что логический состав мусора изменился, он стал более объемным, более воздушным. Понятно, что за последние 10 лет мы больше уводим из города мусора. Но мне тогда непонятно, почему в 2011 году для мусора, исходя из накопления там, сейчас на сектор увеличился на 19,5%. Стало больше веток, деревьев, обрезки. То есть какой мусор, вот там мусор увеличился. Мусор сейчас получается разносортный в любом случае. Получается по нормативам сейчас у него сектора, в который от 35 тысяч исходим, я должен вывозить в год 53 тысячи. В 2011 году я вывез, я вывез 105 тысяч. Сегодня вот за 7 месяцев 2012 года я вывез уже 58 тысяч. А мусор, ну сейчас мусор доходит до того, что все, что во дворе лежит, все положили. Как Евгений Алексеевич сказал, мусоровоз подъезжает, там пол контейнера он его поднет. Хотя грузоподъемность автомобиля 600 килограмм. Мусор разносортный, причем очень разносортный. И там сказать, что когда-то сегодня сейчас будет одно, сейчас вот осенью пойдет ботва. Мусор уже пошла. Раньше, когда два года назад пожарные ввели запрет на сжигание деревьев на своих усадебных участках, теперь вот получается весна, после того, как морозы спадают, начинают проводить работу. Все эти ветки, не то что ветки, просто дерево, вдвоем, втроем несут. Я плачу 24 рубля ввозить, оставлять на контейнерной площадке. Ну, чтобы его убрать, его надо распилить, его надо в машину сложить. Плюс машины-то большие, что иногда даже самосвала их не хватает. Помнимаем другую и потом руками разгружаем мои цели. Вот я вам приведу вчерашний пример. Вчера соревнования проходили на стадии по правошибному спорту. Вот я в Тагильской, значит, у меня как Молотроицкое шоссе, повернул на Яртинскую, где у нас идут контейнерные площадки. На одной площадке стояла газель, и мужики выгружали из газели мусор, не в контейнер, а складывали уборы мусора строительного возле контейнера. Дальше еду, следующая площадка, которая уже ближе сюда, к этой Гомельской, тоже большая. Значит, там в одном из домов, не буду, что сказать, называть, идёт ремонт крыши. Шифер сносит контейнерную площадку, и наложили горы Шифера выше, чем сам контейнер по высоте. Ну он-то в чём виноват? Почему он должен? Шифер частника, почему он должен вручную грузить и перевозить? Я тут вижу, конечно, проблему ещё и в том, что, наверное, нужно работать с населением, как-то в культуре, так сказать. Конечно, конечно. Мы с вами абсолютно согласны, 100%. То есть проблема из двух частей состоит, что не хватает денег на уборку, и что на самом деле, видимо, стали бы мусорить больше. Ну, если позволите, в продолжении темы Игорь задал вопрос, что на 18% частного сектора вывезли больше, с чем это связано. А вывезти могли на 50% больше, не весь же вывезли. Мы же видим картину, понимаете? Это насколько у него силёнок хватило, насколько чаще его стали пинать, толкать и так далее. Иди, давай, вперёд, куда деваться. Вот, это показатель не того, что население стало больше делаться, но, конечно, стало больше. Это показатель того, насколько больше он стал вывозить, именно насколько смог он вывезти. Но количество рейсов он не сможет увеличить без бензина, машина без бензина не поедет. Бензин повышается, никто ничего не пытается его водой заправить или договориться с колонками, правильно? Повышается бензин, у нас старик стоит на месте. Полгода стоял на месте. У нас многие предприятия подсели из-за этого. Чего греха таить? Сейчас нас укоряет. На 6% вам подняли, вот и всё. Вчера меня обвинили в том, что я очень ловко устроился. Молодец, не надо. Я к тому, что, смотрите, проблем-то много, и все эти две проблемы. Но никто, вот, кого не главы города, так сказать, и кого мальчиков, ну там, районной администрации, понятно, помогает, договариваемся с промышленными предприятиями, нам юмс, там, участники выделяют технику, там, специализируют. Сейчас никого не хочу обидеть. Многие из предприятий помогают. Кто фронтальные подручки выделяет, кто самосвалы, кто-то даже ГСМ помогает выделить. Но это, опять же, вот мы занимаемся, да? А никто же ничего взамен-то не предложил, только все могут критиковать депутаты, допустим, от многих депутатов, не от вас, от вас, допустим, я реально всегда помощь видел и вижу. То есть, отряд депутатов идет критикой, но ни один из этих критиков, он не предложил альтернативу, ни одну. Не дал совет, как из этой ситуации выйти. Контитиковать, ну, все могут, и каждый могут друг дружку обвинять. Вот дайте альтернативу, мы за бесплатно будем возить. Научите технику не заправлять, научите людям не платить. Мы будем за бесплатно работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова